В этом видео я вам открываю максимальные возможности клавиатуры вашего iPhone или iPad, начиная с iOS 12 по текущую iOS 15. Досмотрите видео до конца и вы будете приятно удивлены. Добро пожаловать на канал AtalExpert, с вами Владимир. Если вы хотите себе интересное оформление для канала или обработку фото, то в этой группе вы можете быстро и недорого оформить заказ. Кликабельные, яркие и интересные превью всего за 250 рублей. Но если вы пришли с этого видео, то действует скидка на все товары 20%. Просто скажите, что с канала AppleExpert. Выполняется работа быстро, качественно и без предоплат. Все полезные ссылки будут в закрепленном комментарии и в описании под видео. В этом видео я вам буду показывать скрытые символы клавиатуры, которые у нас есть стандартные на iOS символы. Самый крутой символ это логотип яблока, как его можно добавить, как его вообще можно достать и в дальнейшем пользоваться. Приятного просмотра. Итак, друзья, давайте поговорим с вами о скрытых символах. Давайте же создадим новые заметки. Вот так и подпишем скрытые символы iPhone для iOS 15. Включая даже от 13 по 15 iOS. Давайте начнем с самого простого. Это значок градусов. Открываем нашу цифровую клавиатуру, зажимаем нолик и получаем градусы. Следующее, что, допустим, для любителей математики есть уравнение. Знак равно, вот у нас приблизительное уравнение. Точно такие же символы у нас по знаку вопроса. Мы можем его перевернуть. Так само воскрыцательный знак. Можем перевернуть, кому это интересно. Если вам нужна какая-то денежная валюта, вот где у нас рубли, вот у нас все валюты, которые нам нужны бы. Евро, доллары и так далее, иены. И все то, что мы можем с вами видеть. Допустим, дефис. То есть, такой, такой, длинный. То есть, уже для дроби и точечка. То есть, все то, что, в принципе, вам будет интересно и найти для себя. По буквам здесь ничего не найдешь. Точно так же, вот у нас как значок end, мы можем его превратить в... Дальше, что касается конкретно у нас, вот скобки, какие можем взять. Зажимаем на наши две, то есть, получаем такие, такие открытые, закрытые и печатные. То есть, какие нравятся, такие и ставить. Значок номера, если хотите получить, нам нужно нажать на хэштег, задержать. Получаем значок номера. Значок процентов, точно так же, вот у нас есть вот такой-то приблизительный значок. Значок точечки, трое точья можем получить, зажав. Кому нужен апостроф, вот он у нас есть такой. Это, в общем, для украинского языка больше будет относиться. То есть, или наглашение нужно сделать на какую-то букву, то вот именно здесь эти ваши символы будут как раз примечательны. Ну и самое классное, значок яблока. Вот, как его применить? Видели, я сделал сокращение текста. То есть, я нажимаю Яб, у меня здесь оно появляется. Вот уже выделено, я просто нажимаю пробел. Как этого достичь? Нам нужно зайти в настройки, основные, клавиатуры, замена текста. Нажимаем плюсик. Вот, вам нужно будет скопировать этот символ и здесь добавить сокращение. У меня он как Яб, он уже высвечивается вот здесь. Вы можете просто яблоко даже написать, у вас оно будет так вот сокращаться. И все, нажимаете сохранить и в принципе это уже есть для применения. Вы сможете писать, вот даже полноценно яблоко у нас выбивает именно конкретно смайлом, который доступен на iOS, а здесь будет конкретно логотип Apple. Вот в принципе, друзья, и все то, что я вам хотел показать. В принципе, все самые главные символы будут закреплены под видео с описанием, с подробной инструкцией. Я надеюсь, вы удовлетворены этим данным видеороликом, поэтому прожмите колокольчик, подпишитесь на канал, оставьте ваше мнение в комментариях, какие символы вы знали, какие не знали. Также не забывайте подписываться на мой канал, G-Astran, по подсказке в описании, по ссылке в описании. Точно так же все описание будет под видео, напоминаю вам. Если вам будет что-то где-то непонятно, где-то вы пропустили. Поэтому опускайтесь ниже, и все будет доступно, понятно. По логотипу Apple вы можете мне написать в ВК или в Instagram. Я вам отправлю, вы там скопируете, и точно так же сделаете себе сокращение текста. Скоро увидимся!